что у нас там будет призовой фонд, базовый, 30 тысяч рублей. Но какой будет формат, пока не ясно. Вот момент, кстати, который можно обсудить, попринимать советы и так далее. Граф, подчеркивание, Д, поддержал ваш канал на 500 рублей и сообщает, чизкап это, конечно, хорошо, но Банхаммер завтра в 6 по Москве. Всех жду в участниках. Столкнитесь с про, забаньте его основную расу. Наслаждайтесь победой. Не, шансов мало, но вдруг... Так, действительно, завтра уже оказывается, завтра вечером Банхаммер Кап. Начинается он в 6 часов. Там 48 человек. Какая система проведения? Основные правила аналогичны, чиз, окей. Но тут самое главное. Игроки по очереди банят друг друга три расы по одной. Фаза бана проходит после бана карт. Так, это если Бо-1. Бот-3. Первая игра серии проходит любой расы на рассмотрении игрока. Последующих матч в серии игрок не может выбрать трассу, в которой уже играл хотя бы одну игру в этой серии. Игрок, потерпевший в поражении прошлой серии... В прошлой игре серии не может сменить расу. Пример. Граби минус изолит. Та-та-та-та-та. Последний минус эльф. Эльф андет. Понятно. Так. Ну хорошо. Кто там будет? Шеггин. Уже опасно. Фоги. Ай-яй-яй. Хавк. Ну понятно. Кэш Соник. Нейтрон, Аватар, Хелсинг. Да. Плиз. Мистер Виннер, опять же. Ну можно посмотреть, кстати, как неродными расами товарищи играют. Мистер Виннер, вот как он сможет сыграть за другую разу. Вот он зарегался. Один раз сыграл в... А, причем, если он дойдет до бо-3, так-то ему никто не даст играть за Альянс. Просто никто не даст играть за Альянс. Его сразу забанят, этот Альянс. И он будет сидеть и думать, что делать дальше. А умеет ли он хорошо играть в другие расы? Никто не знает. Да нет, наверняка знают, просто мало игр видели с участием. Хорошо, Лабер против Армы. Это у нас Казахстан и Болгария, да, если я правильно помню. Флаг Казахстана. Ну, вроде да, это он. Причем, по Болгарии вообще не сомневаюсь нисколько. Из-за DD-8 и Insomni, сто раз этот болгарский флаг мы видели на старых сайтах. О, Арма как-то играл с ним в ладере, говорит Квинк. Ага. Нет, никнейм знакомый, безусловно. Но я не знаю, насколько он сейчас хорош. Так, Блэйд Мастер. Так, Жертву Свинью приносит ради скелетов. Хавк за андедов. Кстати, Хавк-то тоже... Вот Кэшу будет хорошо, на самом деле. Потому что у него несколько основных рас. То есть он играет отлично за Альянс, он играет прекрасно за Арков, как минимум. С эльфов у Мани надо играть. Вот, я думаю, сможет сыграть. У Нитрона тоже, наверное, хороший будет плюс. А вот товарищам Монорасовым... Ну, как раз вот Фогич, Соник, Хавк... П-0М1Д0РК подписался на премиум. П-0М1Д0РК переподписан 5 месяцев. П-0М1Д0РК. Помидорка, спасибо за переподписку 5 месяцев. П-0М1Д0РК. Ё-моё, как это он выговаривается? Грех сомневаться в Мистере Винере, говорит Парадайз. Он и дриадами без проблем пуш организует. Дриадами. Михаил, почему бы тебе не поучаствовать? Это же будет контентище. Я сольюсь! Ты что? Не, можно поучаствовать, конечно. Можно, но недолго. Можно поучаствовать, если я решил после этого постримить турнир. Ну, хотя аргумент так себе. Я вот чизы стримлю. Играем дома с... Хорош! Хорош! Спасибо! Привет! Привет! Смотрю твои стримы уже лет 7. 7! Еще с фотонок, но только сегодня решил зарегиться. Удачи! Вот что мотивирует людей региться? Узнать бы и мотивировать. Спасибо тебе за то, что так давно смотришь. Я не так давно наткнулся на эволюцию бобра, на которую дали ссылочку на форуме. Вот, и посмотрел, да, там, фотоночки, застроечка. Первая часть эволюции бобра, корейский ладр, хлебушки всякие. Спасибо тебе за поддержку и, главное, за то, что решил выйти из сумрака. Паворитом в этом матче все-таки пока считаю лабера, потому что он, ну, он чаще доходил до более поздних стадий турнира. Но, тем не менее, арма пока не косячит. Он, во-первых, подъедает артефакт. Так, подъел без проблем. Несмотря на то, что здесь вард есть, и... Ну, андет прекрасно осведомлен относительно перемещений. Орка. Ну, вот, подумал, ну, привет. Я тоже пришел на ГГ, когда с твоих видосов ска на ютубе... А-а-а! Сокол поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает... Привет, Миша! Знаю тебя с ноября 2008 года. Этот день стал для меня особенным. Привет, Соколь! Привет, Соколь! Отличная катка последняя вчера была, помнишь? У-у-у-у, просто чемпионеры! Старкрафт Дота не бывает желания заглянуть. Вот после того, как посмотрел, появилось желание. Но оно было мимолетным. Я скорее гашу это желание, заходя и смотря за какими-то турнирами, которые проходят. Ну, то есть, заглядываю там к Баби Лайту. Ну, Баби Мэджик, точнее. Не Баби Лайту, а Баби Мэджику. Помни тоже можно посмотреть, послушать на фоне. Ну, вот. Ну, на большее нет. Я посмотрел, так нормально кликал в старики иногда. Что-то же, тык-тык-тык-тык-тык. Ничего себе, еще комметит, кликает. Понятно, что Бобром был, но... В среднем Бобром. В среднем. Так, тут продолжается в игре охота на артефакты. Хороший Койл. Правда, я не... Нет, вроде ДК добил Кайлом. Вроде добил Кайлом. И у него еще этих Койлов 2,5-3. Пытался Блэйд отзонить, но... Да пришли уже Финды, никак с этим не справиться. А может и справиться, кстати. Гранты биты. ДК с аурой. Лезть за этим грантом нельзя, 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 нельзя. Это ошибка! Оттуда можно не выйти просто. Вниз грунцера. Странно, что он всеми грантами убегал, а не только битым. Ох! Недоконтраливает, к сожалению, армы. С одной стороны, можно было и орка отсюда не выпустить. И... Ну, то есть тут и тот, и другой могли подблочить. Могли подблочить. Были здоровые юниты. Были потенциальные цели, которых можно было добить. Гранты, с одной стороны, ДК, с другой стороны. Но... Оба хотели поспасать. Ну, то есть орк был, было больше желание не дать, ну, не отдать грантов. И он не стал, не стал заморачиваться, видимо, с блоком. Так, Титан против Дедмон, на низинах, ДХ, Талоны. Хорошо, что ты это помнишь. Если мне начало игры показать, конечно, я его вспомню, но сто лет уже. Сто лет не смотрел старые воды. Так, тем временем выходит СХ. Вместе с Хексом начинает спокойно кривить шахту. Тут Лич, Фрастармор и ждем обсидианку. Обсидианка... Мне казалось, что тайминг Слотерхауса должен быть по-другой. Возможно, он заказал сразу Т3 и героя, а Слотерхаус заказал с задержкой, потому что ресурсов не хватало из-за, ну, такого раннего, ну, больших затрат на второго героя на Т3. Обсидианка шутит Графди. Граф, ты готовься, завтра турнир. Надо серьезно подойти к проведению. Может, постримит завтра турич? Завтра, послезавтра, послезавтра. Каждый вечер варкафт. Почему нет? Короче, не обещаю, но, скорее всего, потянусь я к третьему туру. Да, просто он может быть интересен, как раз, исходя из... Ну, мы не знаем, как играют, короче, многие люди, которых знаем хорошо, как они играют в другие расы. Вот, вдруг там будут какие-то крабские моменты, или, наоборот, мы откроем для себя там орка-хавка. Аноним 1994 поддержал наш канал на 100 рублей и сообщает. Так, так. Не сочти залезть. Но ты офигенный стример, которого я смотрел чаще всех остальных. Сейчас, в общем, не к проблеме. По-прежнему сидит рядом жена. Так. Обещал ей показать ей игру Сокола за орхов. Но не тут-то было. Сокол в чате есть. А в игре нет как так? Сокол сомневался принимать участие. Кстати, хорошо сейчас отманил командира Огрова, заблочил и подрезает его. Соколик уже слишком стар. Вот. Он был лучшим. Он тренировал лучших. Он был чемпионом Европы. Даже Европы. Нет, не Европы. Германии. Какой Европы? Он был всего лишь чемпионом Германии. В Германии там всегда играло три человека. Хорошо играло. Но... Вот. Да ладно, больше там много топовых товарищей было. Это я зря так говорю. Соколик в чате. Он решил сегодня принимать участие, потому что... Потому что, ну зачем? Зачем? У него есть работа, жена, бобер PUBG. Зачем ему еще расстраиваться и сливать Warcraft? Правильно, правильно. Нет, там, конечно, Хасопс, Миу, Икслорд, Хименг. Нет, Хименг Швед. Кто там еще в Германии? Кто? Энте. Давно играл. Сильно играл. А тут, кстати, финалочка похожа. Неплохой с одной стороны стомп. Циклон на Блайда. Туарен сейчас должен врываться. Нет, нет, нет. Отвратительный стомп второй. Блэйд очень бит. Блэйд вынужден пропить бутылку. Book of Death вызывает Орк и диспелить нечем. Можно было вызывать, причем сразу Book of Death. Даже Битлорда Лабер спасает. В результате лимит минус 10. Ну, все, продавили. Интересно, как от этого пуша-то отбиваться? Саха вроде третий был. Нет, он третий только-только получил. Сейчас его окружает. Лечение. Лич выживает. Не, не выживает. Ну, хотя толку, если... Нет ни инвула, ни ТП. Кидает последний хекс. В ДК. Ну, здесь Кадоя не уходит. В результате 30... Ну, 35 на 38. Слушайте, может быть здесь... Ну, чем? Чем? Чем ты тут будешь отбиваться? Турен выходит. Ну, топать сразу! Не понял, почему не топнул. Может, отобьется, кстати. Ну, обсидианки нет. Соответственно, тут не восстанавливается быстро здоровью. Вот, опыт хороший. Маны у ДК нет. То есть, можно подрезать юнитов. Хорошо, минус 1. Я уже начинаю за арму болеть, потому что, ну, тяжело ему. Минус 2. Хауль пошел. Минус 3, тем не менее. И лечевка приходит. Блин, вот лечевку не ждали. Она из таверны пришла. Третий левел получает. И снова загоняет орка на базу. И обсидианка приходит под занавес. Да, это уже похуже. Надо закупить регенерацию маны ХП. Попытаться замазать Блэйда, который должен быстро возвращаться. Не понимаю, от страха он так далеко убежал. Лавку в это время, скорее всего, снесут. С СХ наполовинку только. Здесь Блэйда замазывают. Маны у Таурена. Инвул надо, наверное, брать. Хорошие артефакты у Блэйдмастера. Оставила Борва, смотрите, какой. Ай, принимается за алтарь. За алтарь. За алтарь надо сражаться. Пока что за алтарь умирают пионы. Питлорд ничего не боится. Залетает, убивает двух берсеркеров. Сейчас, ну, второго добивает. Но вообще, если выйдет СХ, если выйдет СХ, то отковыряться можно. Наверное. Обязательно лавку восстановить. Пытается восстановить. Да, СХ сейчас выйдет. Представьте, есть два стомпа, минимум. Сетка пошла. Стомп пошел. Выходит СХ. Телепортируется андет, но теряет тем не менее одного паука. Так. Ну, вообще, молодец, Арма. Отковырялся. Есть, конечно, проблема вот эта вот. Непонятно, исходя из какой логики Лабер решил именно здесь поставить базу. В таком месте очень палевном. Тут даже, пробегая мимо, ты землю можешь заметить сейчас. И все. Сейчас земля на границе. Будет пробегать вправо, уверить землю, и все. И потом эту базу еще попробуй защити. Таурен второй. Вампиризм выпадает. Вот это хороший момент. Даже для Блайда с Тауреном это артефакт не самый бесполезный. Плюс рейдер есть. За удар сколько он? По три хита. Чемпион просто. Чемпион. То есть шансы у Армы появились. С лимитом по-прежнему беда. Он видит базу. Лаберна это потратил серьезное количество ресурсов. Ну, у Армы проблемы с лимитом. Ему нужно Борову устанавливать. Там 46, понимаете? Так, Блэйд видит. Там Пит Лорд уже третий. У-у-у. Плохо, 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 плохо. Минус. О, хорош, Блэйд. Один удар, второй удар. Два раза сработала Арба. Тележки уже очень битые. Причем там сработал ну, удар из Винвока и Крит следующим ударом. Ай, ну тут придется скорее всего сражаться. А Блэйда нет. Как же неудачно Арма начинает это сражение. Ё-моё. Закупиться не может, потому что Кадой съедает. Троля бьют. ДК четвертый. Закупает Арма еще одного. Так, 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 так. Опасный момент, потому что СХ пустой. Начинает тыкать в ДК. У ДК что-нибудь есть? В ДК ничего нет. У ДК нет ничего. Стомп, что? Передает инвул. ДК помирает. Ах, Арма хорош. И вслед за ДК помирает Лич третий. О-о-о-о. Орки ликуют. Соколик, ты видишь, что происходит? Вот это камбэк. Минус еще обсидианка. Не, ну... Ладно, кто-то может сказать, что дисбаланс и будет абсолютно неправ, потому что у Лабера было 50 лимита, огромное количество ресурсов на руках, даже с учетом вот этой вот халявной нычки построенной. Он мог обмазаться инвулами, купить свиток телепорта. В результате он, когда шел в атаку, у него было 46 лимита, на руках где-то 350 голды, он недалеко от магазина, при этом как бы до этого еще было потрачено ресурсы на экспант. Он вот с таким вот декой, с пустым, с одним всего инвулом на трех героев идет в атаку. Хертон, привет. Всем привет, друзья. Чатик. Здрасте. Смотрите, какой у нас здоровый чатик с подложечкой. Вот. Орки самая слабая раса пишет, брат. Игрока атакуют. Привет. Привет, 05. Брат. Уборничек, говорит, здоровались. Говорит, Стасек. Ладно, не буду с тобой здороваться. Тейка, привет. Тей. Тей. Так, СХ, четвертый. Кодой переварил как раз. О, ну вот уже агрессия пошла от армы. Он понимает, что он впереди. Голема, кстати, классно можно добить, потому что его, ну, никак не не добить койлом. Криты уже такие серьезные вылетают. Плюс 25 урона, книга ловкости. Круто. Ну все, сейчас нужно Андеду камбэчить каким-то макаром. Я не знаю, каким, учитывая. Равный лимит более плохих героев. И, кроме того, орк может сейчас Бору поставить на 60, что он, собственно, и делает. Андед, ну, у него ресурсов нет в запасе, чтобы так сделать. Он еще Банше умудрился сделать. То есть у него в определенный момент была такая серьезная трата по ресурсам. Бесцельная, ну, без... Цель, может быть, и была. Бестолковая. То есть он потратил на шахту, хоть отменил, но ок. Потратил на Калита, потратил на Некрополь. Не потратил на нужные вещи. Потратил на Temple of Dammit такой вот. Клевый. Может, кстати, это было уже позже. Так или иначе... Орк в определенный момент был очень сильно позади. Его там чудом не добили на базе. И после того, как он хоть как-то отковырялся, начал восстанавливаться, все равно у него было минус 10 лимита в определенный момент. И значительно меньше денег на руках. Ну, у него не было денег, как раз, в отличие от Андетты. Сейчас ситуация, конечно, диаметрально противоположная. Орк готовится выйти в 60. Гораздо удачнее крепится сейчас. Потому что может себе... Ну, хотя Андетт тоже там доедает эту желтую точку. И амулет энергии выпадает. Здравствуйте. Перчатки скорости выкинуть какие-нибудь? Ну, точно то урена не стоит. Ну... Перчатки скорости выкинул. Взял амуль. Это лишь показывает, что один герой убивает армию. Одна ошибка. У, ДГГ, Орк. Сделать 500 ошибок. Так, вот и тут Блэйд вытащил. Оооо. Оооо. А что будет, если Орк потеряет Блэйда, например? Армию игрока. Такой вообще ты, Виктор. Ну, как так? 500 ошибок. Сама объективность. Виктор, ну... Ну, взрослые же люди. Ну, что ты начинаешь? У тебя Орки опять обижали. Что случилось? За андетов играешь? Ребят, ну пожалейте человека, ну... Так, инвулл, да, есть на Блэйде. Но вот сейчас есть инвулл на деке, второй инвулл у Лича, третий инвулл у Питлорда, телепорт еще есть. Тут уже гораздо лучше подготовлен сейчас Лабер, но боюсь, что ситуацию уже исправить будет сложно. Миша, скажи, пожалуйста, от себя пару слов от Спейса, мне кажется, его стоит упомянуть, каким ты его помнишь, просто не застал, мне интересное впечатление очевидца. Я с ним вживую не виделся, не общался, мы смотрели очень много игр его, и, ну, он был одним из лучших андетов мира. Судьба, конечно, трагическая, но, с другой стороны, он... Если бы не было Варкрафта, не было бы возможности его так себя проявить. Граф, подчеркивание, да, поддержал ваш канал на 250 рублей и сообщает, 4 расы в Варкрафте и все 4 имба. Жаль, каждая из них самая слабая. Граф, спасибо тебе. Вот, короче, у Спейса были определенные проблемы со здоровьем, как вы знаете, и, в конце концов, он... Вот, но... Зато он успел отвлечься, так скажем, от проблем, насколько я понял. Понял. И... Вариком много моментов хороших по... это самое... Подарил. Но я его лично не знал. Тем более, с корейцами-то как? С ними особо не пообщаешься, это... Если ты выезжаешь на какой-то турнир, какие-то интервью... Ладно, там могут быть какие-то посиделки после... после турнира. Но... Такое было крайне редко. И Спейса там не было. А Штарева говорил про Спейса? Я не знаю, Штарева говорил про Спейса. У Андейда закончила золото, у Орка золото есть. Абсолютно точно. Вот это дельное замечание. Да-да-да, он, скорее всего, и на Лану не ездил особо. Согласен. Он же был на инвалидной коляске. Но, скорее всего, нет. Он наверняка был на каких-то турнирах. Но больше турниров, конечно, катал онлайн. Лаберу необходимо сейчас произвести одну атаку. Он продает ненужные вещи, по его мнению. И собирается в путь. 69 у Орка, 64 у него. На вырученные деньги он закупил свитков побольше. Взял с собой гулей, околитов. Красиво было бы, если бы Орк не стал сражаться с ним. Увидел, что идет выход. Начал бы обходить с другой стороны. И пошел бы в размен. У Андейда телепорта нет. Он вынужден был бы возвращаться пешком. Ты бы стелепортировался просто. Ну, стандартные разводы. У тебя, правда, тоже телепортов нет. Но это решаемая тема. Заходит Таурен, топает шикарнейшим образом. Блэйд отлично критует. Таурен окружает. Таурен окружает с инвулом. Да, с такими артефактами. Это геройство. Геройство. Он будет топать еще очень долго. Топает. И инвул на Блэйде. Ну, в смысле, на Таурене. Иппитлорд падает. Таурен отступает. Ему нужно пару бутылок закупить. Берет инвул по жизням. Ну, в смысле, не инвул по жизням. Извините. Регенерацию ману он взял. Стомп. Один накопился у него. Пытается отступить. Может, передать еще один инвул Таурену. Там откатился же он уже. Передать от Блэйда. Нет, не передает от Блэйда инвул. Увы. ДК очень-очень битый. Лимита 45 на 61. Плюс съедается еще Паучок. Сейчас, возможно, будет нюк Блэйда. Но он тут же использует... Тут же использует инвул. Надо, кстати, назад отойти. От Регенерации ману подлечить Блэйда. Да. Блэйд минус. Блин. Не сообразил, конечно, Арма, что там по героям. Сейчас придется отковыриваться как-то. Как-то, не знаю как. 41 лимит на 55. Два андедовских героя все еще живы. Блин. Вот куда полез, а он? Куда полез дальше? Там было видно, что у ДК есть маны на Койлу. Лич уже такой, что может про это самое. Сейчас ведь продавить могут. Убивая Дестра, пятый СХ. Ну вот с пятым СХ и с третьим лечением можно. Хотя пятый лич. Ай, пятый лич. Блэйд выкуплен. Лечи Блэйда. Лечи, лечи его сразу. Лечи, леча. Лечи Блэйда. Ну, лечи Блэйда. Лечит Блэйда. Лича фокуснуть. Нет, он хочет просто тыкнуть в ДК. ДК очень битый. И... Ну, есть, минус. Все, это ГГ. Там продано на алтаре наверняка. ИН ВУЛНОЛИЧи. Ну, экспант просто работал. Деньги были. Хватило ресурсов на выкуп из таверны. Но... Очень напряженная игра. Просто. И обычно вот если... Я уверен, что они в ладоре встречались. Ну, или там где-то пересекались. Но видно, что эта игра нерегулярная. Что это игра в рамках турнира. 2-2-8. Выходим. С этими цифрами. Потому что качели. Потому что уровень более-менее одинаковый. И видно, что каждый старается вытащить. То есть, когда наступает ситуация такая аховая. Что-то подключается. Какие-то дополнительные мотивации. И они начинают удивлять. Что один, что второй. И... Именно вот такой подход. Он характерен как раз для турнирных. Пусть даже онлайновых игр. Когда... Ну, в ладоре ты мог бы забить. В общем-то, не сильно брыкаться. Там, go next. И как-то так. Вот. А на турнире уже не хочется вот так проигрывать. Поэтому напрягаешься. Поэтому собираешься. Поэтому удивляешь.